Буквально вышел на очень высокий результат. Как ты думаешь дальше вообще двигаться? Далее ведем трафик к нам в школу, Facebook, Instagram. Как ты определился с Мишей? Наткнулся на рекламу Акселя. Спустя какое-то время я часть своих бизнесов продал. Давай немножко про цифры. Сейчас на данный момент 4 человека делали 400 тысяч рублей. Обалдеть. Да. Ну что, друзья, еще раз всем привет. Привет. И мы продолжаем вас знакомить с интересными кейсами онлайн-школ. И сегодня у нас в гостях Артем Колесников и его онлайн-школа по кондитерскому мастерству. Ну что, расскажи мне вообще, как ты к этому пришел? Слушай, ну вообще ситуация складывалась так, что у меня есть некий определенный бэкграунд. Там в предпринимательстве в обычном восприятии этого слова. Были магазины розничные, я занимался сезонной торговлей, работал с хорикой. И вообще это все у меня происходило в регионе. В определенный момент я начал жить на два города. Это был Санкт-Петербург вторым городом. И мне становилось все труднее и труднее. И я начал думать о том, как перевести вообще бизнес свой онлайн. В конечном итоге, спустя какое-то время, я часть своих бизнесов продал, часть просто закрыл. Переехал жить в Петербург. Я на тот момент, причем даже не представлял, что рынок уже такой большой, что уже есть столько игроков. И вообще совершенно случайно наткнулся на рекламу Акселя. Я пошел на их бесплатный вебинар. Мне очень понравилось. Начало зреть вот это вот зернышко о том, что возможно нужно пойти обучаться. Начал изучать рынок по предоставлению обучения вот этого онлайн образования. Наткнулся на несколько конкурентов Аксель. Я изучал по ним информацию, но в конечном итоге понял, что действительно как таковых конкурентов у них нет. И я полностью вообще не был разочарован тем, что в конце принял решение обучаться у них. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Я подал заявку на обучение, в июле я начал учиться 2018 года. Обучение занимает ровно год, но буквально через 2-3 недели я решил, что у меня нет времени обучаться ровно год, и нужно стартовать и запускать проект сразу. Я понял. В сентябре месяце, буквально через 2 месяца, мы уже начали продавать. То есть буквально... Сделали первые продажи курса, да, буквально через 2 месяца. Как ты определился с нишей? Вот какой... Я отталкивался в первую очередь от того, с каким человеком мне придется работать. И у меня были наметки из троих кандидатур. Мой партнер Ольга, с которой я сделал этот проект, у нас с ней как-то сразу возникло полное взаимопонимание. Мы еще были знакомы до этого очень долгое время. Партнерство – это очень важно, это вообще фундамент проекта. Ну, то есть ты понял ее экспертность, соответственно, у тебя уже были на тот момент инструменты, которыми ты оперировал, да, и вы создали вот эту онлайн школу. Да, у нее очень большой бэкграунд в плане ее тематики. Она профессионал с большой буквы в этом деле уже на протяжении 8 лет и прошла свое становление с абсолютного нуля. То есть она начинала как домашний кондитер, просто самоучкой. И за 8 лет пришла к тому, что у нее было и кафе свое, и вот сейчас кондитерский цех. Плюс ко всему это отличный, позитивный, харизматичный человек, с которым прекрасно вообще складываются взаимоотношения. И это действительно профессионал в своем деле. Давай немножко про цифры, да, это же тоже вот любимая такая тема. Расскажи про вот начало, как вы начали, да, и потом вот ваш вот этот рост интересен, да, ну, насколько это произошло и что вы имеете на данный момент? На старте, конечно, ожидание и реальность не совпали в плане цифр, хотя, ну, как мне казалось, на тот момент мы делаем все правильно. Потом уже по истечении какого-то времени я, конечно, понял, где мы ошибались. И в первый месяц курса мы сделали продаж, в первый месяц продаж делали 400 тысяч рублей. И затратили на все это дело что-то порядка 100 тысяч рублей. На создание вообще курса, на его развитие мы все делали своими вообще руками, своей головой. Мы не привлекали ни одного подрядчика. Я занимался полностью всеми техническими вопросами. Я не знаю, создание сайтов, посадочные, продающие страницы, съемка видео, его монтаж, подключение платежных систем, настройка рассылок, в общем, все это. То есть все по схеме? Я делал вообще с нуля. То есть будучи человеком, который никак с этим раньше не был связан. То же самое Ольга, она выполняла функции, которые требовались с ее стороны. И полностью мы запустили курс буквально на коленке, можно так сказать, силами двух человек. Мы 4 месяца продавали курс. Первый месяц мы продали на 400 тысяч. Во второй месяц у нас случилась просадка, там я уже не помню причин, мы продали на 250 тысяч. Третий месяц, по-моему, мы продали больше 500 тысяч. И вот крайний месяц мы закрыли продажи на сумму чуть больше миллиона рублей. Обалдеть. Да. Недоволен динамикой развития и у нас большие планы на этот год. Моя задача, чтобы наш проект стал номером один на российском рынке и рынке СНГ в данной тематике. Именно что касается развития кондитера с точки зрения бизнеса. Ну вот те, кто нас смотрят, вы, конечно, сможете ознакомиться с данной онлайн-школой. У нас все ссылки будут там внизу, как это модно говорить, там ссылочка в описании. Ты можешь сейчас сказать оффер ваш, который на вашем официальном сайте? Слушай, ну оффер у нас, вообще курс у нас звучит так. Как стать домашним кондитером и зарабатывать от 50 до 200 тысяч рублей на своем сладком увлечении. Возможно, чуть-чуть длинно, но зато очень вкусно. У нас есть три пакета обучения. Это минимальный, оптимальный и премиум. Минимальный пакет стоит 20 тысяч рублей, оптимальный 25 и премиум 50. Наш курс рассчитан на прохождение за 3-3,5 месяца. Проходят его, так сказать, за 3-3,5 месяца самые рьяные ученики, потому что колоссальный объем знаний, колоссальный объем прикладного материала. Давай сейчас разыграем что-нибудь для наших зрителей, которые будут смотреть. Что ты можешь предложить такой подарочек? Слушай, мы на самом деле подумали, посовещались с партнером и решили предложить первым трем людям, кто оставит у нас заявку на обучение, 50-процентную скидку. И пусть человек просто перейдет на наш сайт, оставит заявку на обучение, и когда ему позвонит консультант, скажет, что у него скидка от Акселя. Скидка от Акселя. Да. Так что, подписчики, давайте, переходите по ссылочке. У вас есть реальный шанс наконец-то научиться кондитерскому мастерству. Ну, а ты можешь рассказать вот самый интересный кейс вашего ученика, или ученицы, который ты прям запомнил, и для тебя это знаково? Ну, да, смотри, на самом деле у нас только первые ученики подходят к тому, что они заканчивают наконец-таки обучение, потому что они сами, да, были немного шокированы количеством знаний, которые им предстоит изучить. Тортик из печи, это непросто. Есть вот одна девушка, ее зовут Юля, она из города, если я не ошибаюсь, Солнечнодольск. У нее потрясающие результаты, она делает фантастические десерты, фантастически их оформляет, прекрасно выполняет задания. У человека есть абсолютное понимание, что такое целевая аудитория, что такое цели по продажам, что такое копирайтинг, оформление страниц. Я думаю, вот эта девушка, одна из первых, добьется очень хороших результатов после прохождения курса. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Ты сейчас за достаточно короткий промежуток времени буквально вышел на очень высокий результат, и ты понимаешь, что это еще прямо вот не самое-не самое. И вот как ты думаешь дальше вообще двигаться? В планах на этот год мы должны максимально приблизиться к отметке в 10 миллионов рублей по продажам в месяц. Мы должны создать идеальную инфраструктуру для наших учеников. Мы должны удовлетворять любые их потребности, любые желания, давать молниеносные консультации. Вы наблюдали, кто-то еще вообще делает подобные вещи? Вы же все равно, наверное, следите. Да, я вопрос твой понял. Слушай, ну вообще на самом деле рынок именно онлайн-образования в сфере кондитерства, на нем представлено достаточно много хороших игроков. Наша специфика именно кондитерского мастерства в том, что мы можем дать человеку, нашему ученику, все инструменты для того, чтобы свои знания и навыки превратить именно в бизнес и подходить к этому как к бизнесу. Опять же повторюсь, потому что наш эксперт, ведущий Ольга, это человек с 8-летней историей, который пришел от нуля до своего производства, кафе. Все ученики, которые у нас сейчас проходят обучение, у нас там было буквально 3 возврата за все время это, и эти возвраты за обучение никак не были связаны с тем, что им не понравился формат обучения. Это были личные, личная необходимость возврата средствам для устранения каких-то других потребностей своих, скажем так. Все ученики очень довольны программой обучением, как строится процесс. Ну, я уверен, что наш индекс лояльности, так называемый, больше 90%. По крайней мере, я опираюсь пока на те данные, которые я проводил сам лично опросы по обзвонов учеником, отправления каких-то анкет. Трафик, вот откуда у тебя получается трафик, если это не секрет? Слушай, трафик, ну, во-первых, когда мы начинали заниматься, у моего партнера в Инстаграме была определенная своя база подписчиков, на тот момент их было 24 тысячи. Я думал, что мы сделаем успешные продажи с этого, ну, в первую очередь. Далее мы привлекаем, ну, ведем трафик к нам в школу, в Фейсбук, Инстаграм. Вот сейчас будем пробовать альтернативные каналы. И все это ты развиваешь? Да, всем занимаюсь я. Единственное, что мы работали все время вдвоем, и относительно совсем недавно мы взяли еще в команду таргетолога и бухгалтера. Вообще, сколько человек в команде? Сейчас на данный момент 4 человека. Сколько учеников? Слушай, учеников у нас на потоке сейчас учится что-то около 100, я не могу точно в данный момент сказать. Слушай, классно, удивительные такие результаты хорошие. Прям вот ты прям попал в точку с экспертом. Он нашел тебя, ты нашел его, и у вас прям вот тут вот та самая синхронизация произошла. Да, звезды сошлись. Какой самый большой инсайт для тебя был, когда ты обучался в Акселе? Ну, один из инсайтов был то, что Аксель меня убедил в том, что все-таки бизнес можно строить в партнерских отношениях с кем-либо. Здесь самое главное, чтобы вы сошлись. А ты до этого был абсолютно здоровый? До этого, да. У меня все бизнесы, которые я вел оффлайн, у меня были исключительно, я занимался им сам. Мне кажется, вот у тебя следующий этап, это, как мне видится, да, это то, чтобы ты бы мог все-таки довериться еще какому-нибудь партнеру с точки зрения, например, развития SMM, да, вот этого же истории. Да, да, безусловно, да. Следующий этап для меня, ну, вообще для меня было очень важным в создании этого проекта пройти абсолютно все ступени самому, насколько там мне некоторые люди советовали там подключать сразу каких-то подрядчиков или чего-то. Что у тебя внутри позволяет определять, насколько этот человек на своем месте? Слушай, ну, вообще у меня в жизни вот есть такое, не знаю, как сказать, чувство, наверное, такое, я чувствую людей вообще изначально. По первому впечатлению, хоть оно и зачастую бывает ошибочно, я могу какое-то дать себе представление о человеке, о том, больше это творческий человек, больше это системный человек, сможет ли он в будущем справиться с определенными задачами, какие я риски буду нести при нами этого человека. Ну и плюс, конечно же, интервью, собеседование. То есть в основном чувствуешь сам, да? То есть у тебя такой скандер внутренний? Первоначально, да. Первоначально я в течение буквально там 30 каких-то секунд, минуты получаю, не знаю, как сказать, информацию из космоса, что ли, если можно это так сказать. Можно. Да, о человеке. Поэтому для меня сразу приходит понимание первоначально это. А насколько тебя самого лично поменяла твоя онлайн-школа по кондитерскому мастерству? Ну, при желании, да, те объем знаний, которые дает Excel, изучив там все материалы, я сейчас могу, пусть неопытным, да, ну начать работать, видеооператором, монтажером, я могу быть таргетологом, я могу заниматься созданием вебинаров и написанием сценариев. Маэстро, маэстро. Я могу, не знаю, как минимум там 7-8 профессий у меня уже есть в багаже и при прохождении еще там получения дополнительного опыта я могу этим заниматься. Первое вообще, я, это просто моя оценка, я очень доволен обучением в Excel, это действительно стоит своих денег, плюс, насколько я помню, там, если вы не достигаете результатов определенного, вам возвращают деньги. Еще один из советов, если ты действительно чувствуешь, что это твое, если ты хочешь уйти в онлайн, если ты хочешь погрузиться, да, так сказать, в новую цифровую эпоху, то нужно идти, учиться, нужно развиваться, нужно много работать. Вот, я не знаю, я называю это, знаешь, включить робота. То есть, когда ты запускаешь образование, вот буквально, я не знаю, конечно, в зависимости от курса, но буквально первые 2-3 месяца ты просто в состоянии робота, ты делаешь, делаешь, делаешь. И даже когда у тебя не получается, это будет, ну, довольно часто в любой ситуации, ты просто должен расслабиться и делать до тех пор, пока у тебя не получится. А, ну, обязательно получится, рано или поздно. У меня вопрос в эту тему. Что тебя мотивирует вообще продолжать так же двигаться активно? У тебя прям, вот ты говоришь сейчас о проекте, у тебя энергия, да, вот это идет? Что вот, ты просыпаешься утром, и что внутри тебя заставляет все там усовершенствовать, развиваться дальше? Что именно? Какая мысль? Слушай, ну, мне, вот говорю, долгое время не дает покоя именно тематика онлайн, тематика диджитализации, так называемой. И меня вот прям шторит от этого. И запустив, ну, проект, мне реально, казалось бы, возможно, я там выполняю пока какие-то просто операционные действия, да, которые можно было уже там, возможно, давным-давно передать уже отдельным специалистам. Ну, вот мне прям нравится, мне шторит это делать. И, ну, в ближайшее время, естественно, мы начнем набирать команду, расширяться, развиваться, и я буду передавать часть своих операционных действий специалистам и заниматься масштабированием. Продавили, согласился, что нужно помогать, нужно брать еще в команду. Так что, ребята, да, подписывайтесь, смотрите, какой прекрасный человек, какая прекрасная онлайн-школа. И если вы можете быть чем-то полезным, да, тебе же можно писать. Конечно, да, ссылочка на инстаграм, я думаю, будет в описании везде, да, и можете писать по любому вопросу, я буду отвечать и давать максимально полезные советы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Ну что, спасибо тебе большое, я думаю, информации очень классные, много, ты замечательно про все рассказал. Спасибо тебе, Максим, спасибо Акселю. Да, и вам спасибо, что смотрели наш выпуск.